Громкий хлопок, похожий на взрыв, ранним утром услышали жители всего микрорайона Север. В 7 часов утра хозяин однокомнатной квартиры 62-го дома поставил на плиту чайник и попытался зажечь газ. В эту же секунду огненная волна прошлась по квартире. Взрывная волна была такой силой, что вынесла двери и окна двух соседних квартир, одна из которых располагалась этажом ниже. Сообщение о чрезвычайном происшествии к пожарным поступило через несколько минут. Помимо спасателей, оповещены были и сотрудники городского Акимата. В 6.59 в городе Шымкенте по адресу микрорайон Север в доме номер 62 произошел хлопок по предварительным данным из-за утечки природного газа. На месте происшествия работали сотрудники департамента ПЧС, одна единица техники и пять человек личного состава. В данное время, на месте происшествия, работает комиссия, рабочая комиссия, созданная Акиматом города Шымкент, которая проводит работу по выяснению истинных причин возникновения хлопка. К счастью, в результате взрыва пожара не произошло, иначе последствия могли оказаться более разрушительными. В тот момент в квартире находился лишь 36-летний хозяин жилища. В последний момент перед воспламенением он успел пригнуться, поэтому получил лишь ожоги спины и рук. Позже врачи его доставили в ожоговое отделение Центра гипербарической оксигенации. Сегодня в 7.46 утра поступил больной с северной микрорайоной с диагнозом термический ожог, пламенем. Состояние больного, конечно, отстанавливаемое и тяжелое, так как у него 32% поверхности тела подвергались термическим воздействиям. И ожог, пока говорим о второй-третьей степени, делается все возможное. Как заверяют городские власти, в результате взрыва газа дом конструктивных изменений не понес, и жильцам пятиэтажки ничего не угрожает. Незначительные повреждения бетонных конструкций дом Акимат пообещал устранить за счет спонсоров. В течение дня.